Ну что, по запросу, пока я про это не забыл, ЧЗ-75 компактный, данная модель ЧЗ-75Д компакт-PCR. Сделан в Чешской Республике. Его также называют модель ЧЗ-75Д компакт, просто без PCR. 9-миллиметровый компактный пистолет. Компактный, потому что ствол соответствующей длины и емкость, соответствующей емкости. Емкость магазина, имеется в виду. Если бы у меня была линейка под рукой, я бы показал его размеры, но нету, поэтому не буду. Да, к видео надо готовиться. Соглашусь, не готов. Пистолет разряженный с магазином. Весит 777 грамм. ГСУ у меня сейчас работает. Магазин стандартный, на 14 или на 15 патронов, в зависимости от версии, вообще 15. В зависимости от версии, 15 плюс 1. Пистолет данной версии не имеет предохранителя, вообще никакого внешнего, но имеет декокер. Что это значит? Это значит, что представим себе, что вы взвели курок, когда зарядили пистолет, и вы с помощью флажка декокера можете курок снять со взвода. Это не полностью снятый со взвода. Видите? Он полуснятый. И это дает возможность быть готовым к стрельбе. Вот теперь он полностью снятый. То есть, смотрите. Вот сейчас свободного хода у спускового крючка практически нет. То есть, это самовзвод. Довольно-таки тяжелый. Вот сейчас полностью взведенный курок и спусковый крючок, соответственно, на самом ближнем расстоянии. И у него есть сводный ход и практически никакого усилия. Но у него, соответственно, есть еще и тот самый полувзвод. Видите? Он уже на полувзводе. Вот это положение. Где у него как раз именно то самое положение для ношения. Когда все равно есть ход спускового крючка. То есть, случайно нажать довольно-таки сложно. И все равно есть усилие. Хоть и чуть-чуть поменьше, чем полностью самовзвод. Будете с Чизетом? Это все-таки компактный Чизет 75. Эргономика, с моей точки зрения, очень неплохая. У него на спусковой скобе, скоба спускового крючка, есть вырез под палец. То есть, палец сюда ложится нормально. Даже мои большие руки. Кстати, перчатка, чтобы не отсвечивала. Потому что будет отражаться свет. И у него есть здесь такие вот вырезы на скобе. То есть, теоретически, можно даже положить туда палец, и он не будет скользить вниз. То есть, вот такая вот вариация хвата. Но я, честно говоря, не пользуюсь. Я пользуюсь стандартным вариантом. То есть, вот он. С моей точки зрения, спуск, как на всех Чизетах, очень неплохой. Особенно, когда это взведенный. Конечно, самовзвод всегда был тяжелый. Но еще раз. Подбирайте то, что вам подходит. Прицельное приспособление. Здесь три точки. Немножко подсветки. То есть, это не тритий, а это фосфор. То есть, он от цвета немножко будет как бы виден в темноте. Курок можно спустить вручную. Что в данном случае смысла никакого не имеет. С моей точки зрения. Кроме как для всяких разборок, борок и тому подобное. Для стрельбы или для ношения. И сейс-дикокер. Потому что, реально говоря, можно случайно нажать на спуск. Ну и еще раз. Это курковый пистолет. И всегда можно поставить палец. Вот как я сейчас сделал перед курком. И он, кстати, остановится на режиме полувзвода. Смотрите, еще раз. Если вы хотите контролировать, чтобы не было выстрела. Я не рекомендую так делать с заряженным пистолетом. Но это теоретически возможно. Вот убрал палец из пускового крючка. Курок все еще движется. Но он идет не до конца. Он идет до полувзвода. Именно до туда же. Как и тут. А если хотите полностью. То придется это делать. Немножко более опасно. Я это не рекомендую. Но у любого чизета. У него довольно-таки тугая. Пружина возвратная. Но не такая уже тугая. Если уметь пользоваться, скажем так. Здесь есть клавиша затворной задержки и отпуска затворной задержки. С помощью которого он же разбирается. Но это я вам показывать здесь не могу. Как вы, наверное, заметили по пистолету. По состоянию накладок на рукоятке. Пистолет, скажем так, не нестрелянный. Но вот покрытие у него, если не смотреть на полозе внутри, по которому заметно лучше. Внешне как будто вообще новый почти. Почему так? Не знаю. Хорошее покрытие. Но вот по клавишам можно заметить, что он пострелял. До этого магазина тоже заметно. Кстати, магазины здесь хорошо тоже сделаны. Это оригинальные чизеты. Такие магазины. К ним еще мега-арт делают. Так что вот тот самый компактный чизет, о котором меня просили рассказать. И да, как у любого из европейских пистолетов, здесь есть серийный номер на патроннике. Здесь есть серийный номер на раме. И здесь есть серийный номер на затворе. И, по-моему, где-то внутри тоже есть серийный номер. Кстати, одно из... Я сейчас только заметил. Одно из мест, где действительно заметно, что пистолет стрелял, это то, сколько осталось на спусковом крючке. Такое ощущение, что я его не чистил. Так что это надо будет почистить. Как чистить накладки, я понятия не имею. Они у меня на всех чизаторах вот так вот. Одна из причин, почему я начал больше носить перчатки. Чтобы меньше было на рукоятках износа. А так, в принципе, неплохая вещь. Он имеет возможность заменить специальные приспособления, но их довольно-таки мало. У Чизета есть три компактных пистолета. 75-й, П-10 и П-09. То есть, два курковых, один стальной, один полимерный. Чисто для тех, кто не понял, что это у нас металлический пистолет. Не полимерный. Как вся 75-я серия у Чизета. Ну, в общем, так. Я его купил много лет назад, планировал использовать для ношения. Но он особенно в ношение так и не попал. Другие пистолеты стали интереснее и удобнее на тот момент. И я почти не ношу курковую на данную ситуацию. Вот так вот сложилось. На этом все. Получилось довольно-таки длинное видео. Так что вот Чизета 75 кратко, компактный. По запросу. До следующего.